Что мы знаем о себе? Мы знаем тогда, когда вылазит головняк. Вылазит головняк у нас, какая-то стоматика, мы начинаем искать, кто бы нам помог, начинаем приобретать знания, как это сделать. Начинаем работать. Потом, как правило, идут в медики психологи, и потом уже работают. Потому что психологи, как правило, идут для того, чтобы решить свои проблемы. По гипнозам, по опыту, могу вам сказать, что, как правило, люди приходят для того, чтобы управлять, научиться управлять. Им кажется, они получают какую-то власть, начинают манипулировать людьми, и такие они супер. Обычно это Богом дано, оно не может так натренироваться. То есть молния, дерево и еще какие-то есть моменты. Кирпич. Это все дано сверху. Человеку это дар, и он называет это даром. Так вот, это чушь собачий. Это обычный тренировочный момент, который мы можем натренировать. И применять их в любом. Что по поводу вывода? Что у нас в теле? Мы же говорили, изначально говорили. Что в теле у нас происходит? Какая привозитка? Ну, по-другому, давайте такое банально. Представил себя через пять лет грязным бомжу. Что внутри? Прикольно? Цветет тело? И мравится? Нет. Естественно, какашка какая-то, да, внутри? А представил себя, там, суперменом каким-то, внутри-то другие ощущения? Вот важно эти ощущения у себя программировать и с ними идти в жизнь туда, куда вы хотите. Планируйте, чтобы... Из-за яркости вот этих, это вот похваждение в предмет, в яркости, ощущения, представления каких-то внутри, ну, куда мы его встанем, да? Ощущения, свои внутренние ощущения, ты несешь в любую, скажем так, ситуацию, в любую ситуацию с радостью, с удовольствием. То есть, вышел дождь, ну, взял зонтик, пошел, да? То есть, дождь-то не мешает. Это не значит, что надо грустить и писать стихи, а может, кому-то это класс, он стихи пишет, да? То есть, мы не можем много изменить. И в жизни, я вообще не знаю, что мы в жизни можем менять кардинально, да, что-то. Мы можем выдать реакцию на то, что происходит в жизни, на то, что мы, дети, то, чего мы касаемся. Тоже абсолютно, вот смотрите, абсолютно тупо, если брать первый опыт, да? Опыт, либо травма, изнасилование у девушек или у девочек. Травма сильнейшая, да, травма. А другая по любви, и это у нее радость, и она испытывает оргазм, и до старости, и супер. Процесс один и тот же. Разная реакция. Что делать девочке для того, чтобы перевороть это? Это звучит кощунственно, сказать, забудь. Забудь не было, забудь. Но это происходит у нее внутри. Она это выталкивает, она это забывает. А она ее догоняет. Кто там гистальтом занимался, да, то незавершенный гистальтом. Ее догоняет, поставит, когда мысль, не выполнено что-то. Также нас тревожит то, о чем мы даже не понимаем, то, что не знаем. И, возможно, проводя там регрессию какую-то, да, найдя ядро. Может быть, это ядро и вымышлено. Ребят, никто не знает. Но к нему привязаны чувства. Изменив чувства, мы привязываем, мы изменяем отношение к этому чувству, к этой ситуации. Невозможно человеку, чтобы он забыл полжизни своего. Да, какой-то эпизод он может забыть. Если ему что-то напомнит, он вспомнит. Пять каналов, да? Пять каналов, бубен в голове. Если что-то ему напомнило, а как происходит травма, мы попадаем в ситуацию, которая нам напоминает ситуацию, в которой мы получили эту травму. То есть, это благодатная какая-то почва появилась для травмы. И она у нас выплыла. И она может выплыла в другой ситуации, но с другими людьми. И у нас уже все по-другому. А она здесь выплыла и начинает расти. И мы не понимаем, откуда это взялось. То есть, таким образом, на пальцах, я думаю, что я донес его. Ответил она? Да, донес. Какие вопросы еще? Еще раз, может, нам про 10 крючков или что-то, я просто не совсем уволю. Ребят, для того, чтобы не тратить время, я думаю, сейчас еще с кем-нибудь работаем, я покажу вам одну технику, которую вы попробуете. Хотите сейчас, хотите дома. И вы увидите, что она работает. И какие-то моменты, не сильно глубокие, да? Это нельзя даже назвать травмами. Если только не относить, да? Что опыт травм, да? Это какое-то ощущение, которое вам неприятно об этом вспоминать. Но глобально оно ничего не несет. Из этого наша жизнь состоит. Не только, если бы у нас только глубокие травмы, мы в новинках бы жили постоянно. А из мелочей вот эти. Мелочи, которым может даже не обращать на них внимания. Но мы ж нормально умеем фантазировать. Почему не вовремя пришел. А поезд по телевизору показывают, как она бежит к телефону. Набирает, где ты. А потом посыл, не пей. Не пей, понятно, но вот это девушки начинают именно так поступать. Значит, так надо волноваться за близкого. Понимаете? Что происходит вокруг? Вы начнете это отличать. Вы начнете считывать информацию, которая на вас воздействует. И при желании вы будете менять свое отношение к этому. Многие говорят, не смотрите телевизор. Да, радикально, да. Как-то не пейте трезвый закон. Точно так же не смотрите телевизор. Да какие проблемы? Смотрите телевизор. Понимайте, что происходит в телевизоре. Тренируйтесь на этом. Вначале тренировались. Что? То есть не воспринимайте это. Смотрите, как на экран. Как они работают. Без эмоций. Как они работают, как они на них направляют. Поверьте, дикторы. Это люди тренированные, которые дают посыл. Не просто посыл, не просто рассказывают, а именно доносят информацию. Это уже такое скрытое воздействие, которое происходит там по радио, по телевизору, реклама. И вы, пожалуйста, тренируйтесь, смотрите, как они работают, как они это делают. Как только вы начнете различать это, конечно, начнет меняться ваша жизнь, ваши отношения к жизни, ваше окружение. Может, станет вам скучно, потому что нет уже той стаски, которая была в голове. Но, тем не менее, вы начнете больше разбираться в себе и сможете больше изменить себя так, как вам хотелось бы. Говорим про такие вещи, да, вот телевизор затронули, там, о курении, допустим, да. Если человек, которому хочется курить, которому нравится курить, будет бороться с собой, чтобы не курить. Будет, ну, я не знаю, как бросить или нет, но принесет ему беды это больше, чем он курит. Правда вся, ну, нельзя сказать, там, правда, истина, да, этого в жизни, наверное, не существует. Но правда для нас, для каждого, она у нас внутри. Хочу, не хочу, нравится, не нравится. Понимаете, не хочу я там что-то одевать или носить, потому что это носят все, это дорого, это престижно. Это говорит о том, чего ты достиг, ну, образно так, да, здорово. А что внутри? Вот я внутри, да, это и на вид такое, не совсем калошек. Ну, и удобно мне, мне это нравится. Да, вот вспоминайте любимая маечка, там, дырявая. Мне нравится. Но она любимая маечка. Почему, вот думайте, что нету другой маечки, есть. Ну, неудобно. По-другому, лежит душа как. Вот к этому лежит душа, я хочу. Я знаю, что это вредно, что это плохо, что так нельзя делать. Ну, вот мне хочется и все. И это есть мое желание. И если я удовлетворяю, я получаю наслаждение, я получаю гормоны, эндорфины, я становлюсь счастливым. Я исполняю свои желания. А когда ты слышишь, ты должен так, ты вот должен так, в моде, в телевизоре так, в болезнях так, как посмотришь, здоровье, все болячки находишь. Почему? Ты начинаешь травмировать, ну, все. А еще, как чудесно, это ведущая, которая сейчас, не помню, как ее, ну, чудит она, чудит. Интересно просто посмотреть, как чудит она. Либо не слушать того, что вам говорят. Вот, услышьте меня, пожалуйста. Либо не слушать, что вам говорят. Просто уйти в себя. Не слышать, не видеть, не чувствовать, о чем вам говорят. Либо изучать это и понимать, что вами манипулируют. Вас хотят привести к чему-то. То здесь выход такой. Никаких рецептов таких нет. Либо это изучать, понимая, что происходит у вас в теле от его слов или от ее слов. Либо просто-напросто разворачиваться уходить.